Девушки отдыхают 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 как скотину строим военкомат. Не, ну ты правил. Вот господина меня так и надо. Смотри, слушай. А вот... Хорошо. Да, да, смотри. Я вот недавно слышал заявление вашего Арахамия, по-моему, да, грузина? Да. Он кто вообще? Ты в курсе, да, кто Арахамия? Я не знаю. Я у него ДНК-тест не брал. Я вам скажу. Ну, судя по фамилии, но это не Протопчук, понимаете? То есть Арахамия. Ну, Арахамия. Да. То есть вот он... А кто он? Какая должность у него в курсе? Понятия не имею сейчас, если честно. А он, этот, лидер правящей партии вашей, вот этой, слуга народа. Правит по правам? Ну, а, наверное, правит, да? Правит как-то. Ну, получается, они же большинство в вашем парламенте. А остальные куда делись? Ну, они большинство или нет? Ну, большинство, но они правят. Лидер партии большинства в парламенте, который принадлежит также ваш президент. Правильно? Да? Да. Вот он заявил недавно, вот хотели законопроект делать, по-моему, что-то в духе того, что надо вот отказников, которые убежали из Украины, надо возвращать назад, чтобы их изразиливали. Обязательно. Как вы на это смотрите? Абсолютно нормально. Мы же должны вступать в НАТО и должны вступать в Евросоюз. Не, не, не. Тебе требуют что? Соблюдение закона? Не, не, не. Подожди, подожди. Вы меня не расслышали, наверное. Я еще раз повторю. Люди, уехавшие из Украины, потому что не хотят воевать, их сейчас ваш лидер вашей партии, большинства, предлагает экстрадировать из Европы назад в Украину для пополнения ВСУ. Как вы на это смотрите? А вы спросили, хотят они воевать или нет? А у вас кого-то кто-то спрашивает у вас? Принято спрашивать. Да, я же перед вами сижу. А вот этот завод уже полностью зачищен. Подождите, а я же спросил вопрос. Вы мне не ответили на вопрос. Удивительно, вот попрыгунчик какой-то. Ответьте на вопрос. Как вы относитесь к тому, что хотят экстрадировать людей? Абсолютно нормально. Я к этому отношусь. То есть, если, к примеру, я уехал из Украины, не хочу воевать, а живу в Польше, работаю, налаживаю жизнь, а тут приходят, меня говорят, надо экстрадировать на войну. Да? Но вы же, когда давали 3 тысячи долларов до 5 тысяч долларов, вы же ни о чем, наверное, не думали, правильно? Я думал о том, чтобы уйти от войны. Я не хочу воевать. Пожалуйста, проходите ВУК. Признавайтесь, как говорится, ограничено там пригодным, либо непригодным в службе. Общайтесь с автоматом, желаете ли вы служить или нет, и идите на все 4 тысячи. Не, я живу, я живу уже, я же пример привожу, я живу уже в Польше, я работаю, живу, семья, детки, или наоборот, ни семьи, ни деток, я сам по себе, подружка. И тут приходят и говорят, парень, ты украинец, тебе надо ехать на родину защищать ее. Кто такой украинец? Ну, тот, который с Украины. Украинец. Ну, пусть будет. Как хотите. Вы на ударение будете обращать внимание? Когда нечего сказать, начинаете на ударение внимание обращать. Так вот, скажите мне, пожалуйста, мои действия, какие в данном случае? Ваши действия? Ну, не знаю, будете, наверное, ругаться, кусаться, жаловаться, правильно? Не, проще будет. Проще будет. Вы пойдете в тюрьму? В какую тюрьму? Польскую? А потому, что при пересечении в чью тюрьму? По незаконным документам карается уголовным сроком. Вы забыли, наверное, Конституцию Украины и законы Украины. Да вы что, бросите? То есть, когда вы платили от 3 до 5 тысяч долларов, подпусовал свои левые документы, вы забыли, что вы еще гражданин Украины. И что вы можете понести за это наказание, понимаете? Да вы что? Да. Слушайте, а мне президент пример этот подал. Какой президент? Украинский. А что с украинским президентом? Вот Порошенко ездил по поддельным документам на Мальдивы. Серьезно? Да. То есть, а как он их подделал? Свой паспорт подделал? Нет, под чужими именами ездил. Под чужими именами ездил? А вы его обслуживали? Вы об этом знаете? Нет, я не обслуживал. Это ваши гроши. Программа гроши показывали его. Программа гроши показывали? Грощи, да, гроши. Именно показывали? Да. Можете забить в интернет посмотреть? Обалдеть, я не знал, что он не ездил на Мальдивы. Да, какой вы знали? У вас же с историей вообще проблема. Вы там... Вообще проблема. То, что было позавчера, вы не помните. Запомни, мы же его за это и выгнали, видите? Кто выгнал? Как это? Народ выгнал. Походу за Мальдивы. А посадили? А что, не посадили? А он же пример всем украинцам подал, что можно по поддельным документам уезжать. А-а-а, вот какой он. Да? Ну, я не уеду, у меня денег на Мальдивы нету. Да не на Мальдивы, до Польши хватит? Нет, конечно. А до куда хватит? Да, до соседнего дома. И все? И все. Ну, а что делать? Ну, тогда на фронт идите там. Почему мне идти? Что вы мне диктуйте, куда мне идти? Ну, от вас толку все равно нет. Денег у вас нету. Зачем вы? Чего вы взяли, что от меня толку нету? Ну, я вижу. Вы что, мой военком или что? Я не поймал. Ну, слушайте, вы даже вот на БК-производителя не похожи. Вы такой хлюпенький такой. Почему я хлюпенький? Ну, вот выглядите так. У меня такое впечатление на своей бабичке, что вы ко мне заигрываете. Да нет, я переживаю. Задравие закончили за упокой. Вы испытываете какие-то польские отношения к мужчинам? Я представляю украинцев крепкими такими мужиками. Но сейчас мужики крепкие, воюют, погибают, становятся инвалидами. А вот такие, как вы, начнут плодиться. И что будет? Значит, все. Значит, я негоден. Видите, все. Так вы негодны вообще никуда. Как так получается? Ну, значит, видите, так получилось. Ну, идите на фронт. Вам же виднее. Идите на фронт. Вы на что-то годен, на что-то не годен. Вам же нет. Вы их сперху. Идите на фронт. От вас здесь толку все равно. Почему мне вы диктуете? Куда идти? Я же вам не говорю, куда вам идти. А вы что мне можете? Вы не можете мне ничего сказать. Я не могу. Нет. Но я же с вами разговариваю. Нет, но вы мне приказать не можете, что делать. Почему? Ну, потому что. Ну, я-то не могу. ФБР может. Нет. ФБР? А при чем здесь ФБР к вам? Да, да, да. Нельзя топить за чужую страну. Напоминаю вам клятву вашей конституции. А за кого я топил? Я торжественно отрекаюсь от короля страны. Правильно. Вы были чуть ли не от родителей. Правильно. И присягаю, наверное, США. Да, да. Что-то вы дали сбой небольшой. А я что, топлю за СССР? Ну, а что вы так боитесь? В ФБР боитесь? Я топлю за СССР? А вы не волнуйтесь. Я не волнуйтесь. Алькабоны тоже много о чем думал, много о чем говорил. В один прекрасный день постучали и поставили перед фактом. Мужчина, вы не заплатили налог? Добро пожаловать в наш Алькатрас. Прекрасное трехразовое питание, лечебные воды. Вокруг замечательная река с холодными потоками. Будет бесполезно. Там не река, во-первых, а залив, во-вторых. Во-вторых, Алькатрас закрыт очень давно уже. Он музей. Для вас лично откроют. Для вас есть другой музей. Ну, украинцы попросят откроют, конечно. Причем здесь украинцы попросят? Я же не ФБР. А вы не украинец? Я же не ФБР. А при чем здесь ФБР? ФБР не имеет отношения к международным делам? В чем у вас эти требухи так пугают? ФБР не относится к международным делам. ФБР это внутреннее. Ну, так вот внутри они и разберутся. Чего вы не соблюдаете свою клятку? Какую? Как топите за Россию. А при чем Россия? Подождите. А я ради прикола взял и подсчитал. А что ж там такого написано? Так это же классно. А там торжественно, понимаете? Клятву выдают. Да. Что отрекаетесь прямо от всего? Да, да. А вы не отреклись тогда? От кого? А помните, один, если не ошибаюсь, конгрессмен... Вы хоть один вопрос мой ответите, вот не тарахтя. Я спрашиваю, от кого я не отрекся? От России. А я и присягал когда-то? Конечно. Когда? Когда начали топить за нее. Когда я присягал Россию? Начинается. Вы прямо как перед следователем уже сидите. Воробышек, давай дальше. Вали. С чего? Жги дальше. Почему я жгу? Я ничего не жгу. Ну и... ФБР не работаю. Я ж не знаю всех их методов. А ты вообще нигде не работаю. Мы же уже решили. Трутинь. Я вообще нигде не работаю. Трутинь. Я Трутинь. Да. Молодец. С чего вы это взяли? Ну как с чего? Ну если ты вообще ни для чего больше не приспособлен. Ну как? Ничего не приспособлен. Полностью. Даже в армию не взяли? Даже в армию не взяли. Ну вот все, значит. Ну так я ж вам ответил, что в армию не беру? Ответь мне, пожалуйста, за что меня должно ФБР взять. Вы уже прям как переследовали. Вы чего-то боитесь? Я так сильно. Я вам напоминаю. Тебя. Вашей клятвой. Одну руку мы вложим на Конституцию, другую поднимаем. Что там было сказано? На Конституцию? Я на сердце вложил. Я торжественно притягаю на верность американскому народу в США. И отрекаюсь от чего? От королей. Да. От своей страны и тому подобное. Там же перечень. А вы что-то какой-то духовно скрепный остались. Подозрения появились. Моей страны не стало. А, вашей страны не стало? Да. Благодаря вашим руководителям моей страны не стало. Опять я виноват. Ну не вы и так. Вы косвенно. А вот ваши руководители. Да, предыдущие. Мои руководители. Шишкевич, Кравчук и Ельцин. Да, мои руководители. Вот, да. Недавно в ящик двое последних сыграли. А Рейган куда делся? Рейган умер. Умер. И вместе с собой он понес Советский Союз. Да, тремя санкций. Причем здесь Рейган? Да, он вообще не причем. Он актеришка, ковбой, помните? Не, вы зачем оскорбляете? Пока говорит о мне. Зачем вы оскорбляете? Зачем вы оскорбляете моего? У меня жаль, я с вашего возраста. Рисовка. Зачем вы оскорбляете моего президента? Почему я его оскорбляю? Да, он за собой в гроб понес Советский Союз. Серьезно? Как и обещал. Да, вышел. Да, вышел. Да. Ну вот, враг когда-то хочет кого-то уничтожить. А дело людей, которые живут в этой стране, это сохранить. Но нашлись такие подонки, как вот ваш вот этот вот, второй там, белорус, и вот третий вот этот, который три пальца. И они развалили Советский Союз и помогли Ельцину, Рейгану, это свершить вот такую... Реализовать это все, да? Да, да, да. А вам не противно жить в стране, которым Рейган, ну, заплатил в свое время, чтобы они вот это все совершили? Вам не противно жить в уголе? Нет, не противно. Мучаюсь. Не противно. Мучаюсь. А вы, вы как типичный россиянин, готовы стоять на коленях и целовать любой американский зад, да? Серьезно? Конечно. Где вы-то в своих вот этих вот умах встретили? Ну, е, пресса, как это не может быть. Такого. Пока на коленях стоите вы. Почему? Потому. В чем он там рождает? Я что-то не видел, чтобы кто-то приезжал куда-то, да, и вот так вот. Вот так. Он даже не приезжал, он вот так сидел в телевизоре, так вот. Ну, дай танки. Ну, дай танки. Ну, дай танки. Ну, дай танки. Помните, кто это был, да? Ну. Кто это был? Отойду к самолёту, вы поняли? То есть я сидел и говорил, дай танки, дай танки. Та ну тебя в баню, бери самолёты. И где самолёты? Как в небе. А, да. Там где и танки. Да, да. Летают. Да. Да. Сколько абрамсов у вас уже? Будут 35 вроде, первые 10 должны прийти в середине сентября. О, да. И вот, а как вы эти 10 на 1000 километров фронта раскидаете? Вот мне просто интересно. Я думаю, что они не будут участвовать в наступлении. Знаете почему? В музей поставить? Нет, я не эксперт в этом деле. Просто я смотрел про них, ну, из вашего, как говорится, ну, ютуба, вы поняли, что он из себя вообще представляет, да? Он, если честно, не приспособлен по-своему к зиме, поэтому его будут модернизировать. А что? А что? Салом обожьют? Нет. Не ерничать. Я серьезно говорю. Они приспособлен немного к зиме. Дело в том, что один американец даже его там испытал, он показывал, да? Он по льду, ну, когда вот, допустим, земля замерзает, да? Вот это вот, как правильно я не знаю это назвать, эту поверхность, да? Лед плюс снег, да? Он на поворотах очень сильно проскальзывает, когда идут вот эти маневры, да? Он сам показывал, об этом рассказывал, да? Это может ему, собственно, недостаток. Ну, он так считает. И ваши, так говорят, да? То есть он к зиме как бы не очень приспособлен. Он будет стоять где-то в обороне. Подождите, подождите. К зиме он не приспособлен, проскальзывает. К осени, весне не приспособлен, очень тяжелый в земле тонет из-за дождей. Так получается ждать следующего лета, когда вы его приспособите? Нет, он будет где-то стоять в обороне. Это об этом сразу и сказали. Я думаю, что с этим и связано. Потому что, ну, где он, собственно, ну, обкат он был, да? Это Ирак, ну, буря в пустыне, да? Ну, по таким именно местностям. А поставьте, знаете, где их? Смотрите, смотрите. Поставьте их вот так вот. Их сколько? Восемь штук придет, да, первых? Десятка. Десяток, да. Вот по пять. Вот смотрите, вот. Четыре штуки вот на банковой поставьте, вот так, возле каждого угла. Обязательно. Я не забуду, я запишу. И четыре штуки. Я не забуду, я запишу. Четыре штуки возле Верховной Рады. Я не забуду, я запишу. Потому что, в принципе, по его боекомплекту, если его поставить в обороне и вот так вот с***** сейчас что-то гонать, в принципе, мы сможем испытать, которые комплекты к ним дают обедненным ураном. Нам хватит, ничего. Ага. Понимаете, зачем мне куда-то ездить, если свинюка будет просто как мишаните, я буду сидеть на башне на поворотной и просто стрелять. А зачем мне куда-то ездить? Вы вот в связи со своей ущербностью вот используете вот такие печатки? В смысле ущербность? Я не ущербный. Ну, такой, ну, ущербный. Я же ни раз не оскорбил ни Украину, ни украинцев. Вы вот сидите и оскорбляете. Вы ущербный? Вас обидели? Нет. Причем вы говорите на русском языке. Почему? На чём я говорю? На русском языке. Великому имуществу. Господь с вами помилуйте. Это киевский диалект. Серьёзно? Ну да. Так вы Киев, что ли? Рухая Моева. Так вы из Киева? Деревенский киевский диалект. Вы из Киева? Нет. А откуда? С Харьковом. А вы знаете, что Киев это как его в своё время Московское царство купило? Серьёзно? Да. Вы что-то ушли от Абрамсов? Теперь полезли... Нет, по поводу русский диалект Киева. Вы в курсе, что его купили? Уже купили меня. Не, не уже купили. Давно купили. Еще не вас. Давно купили. Да. А то просто я тут с россиянами общался, они не помнят свои истории. Кто перед Езмундом Третьим стоял на коленях. Вы помнили? В 1686 году по итогам Вечного Мира русское царство купило город Киев у Речи Посполитой. Увестное русское царство купило из Руси город Киев. Да. Купили. Просто взяли, заплатили. Четыре с половиной... Меня удивляет. А как мог за меня заплатить тот, кто перед Сигизмундом Третьим стоял на коленях? Серьёзно? Конечно. А когда вот Богдан Хмельницкий пришел к русскому царю, он как? С ноги дверь открыл? Да. Он... Если посмотреть все картины, все картины польские, типа русские, типа советские, то я нашел только одну картину, когда полякам московское царство жопу лизало, когда зашкварник. Там это есть, это можно сейчас вбить элементарно. Это у них, кстати, в галерее висит. Напокон к польскому королю Сигизмунду Третьему. Русского царя привели, вот так вот и поставили. И вот так вот рыцарь показывают на вот это чудо. Да вот оно, трофейное. Понимаете? Вот эту картину я везде могу найти. А Богдана Хмельницкого я могу найти только пойти. Вот так вот, знаете. Вперед грудью с булавой и с пистолетом. А на коленях он не перед тем никогда не стоял. А зачем он пришел к русскому царю? В союз был нужен, да и все. Зачем? Как зачем? Поляков разгромить. А что поляки ему сделали? А что поляки ему сделали? Что они ему сделали? Не хотели независимость Украины, если так уже копать призывали. Хотите скажу, что поляки ему сделали? Что уже сделали? Десятилетнего сына его запороли насмерть. А жену увели к себе. Неудивительно что. Ага. Такие времена. А вы Сигизмунда прославляете. Ух ты как. Я Сигизмунда прославляю. Да, да, да. Смотрите. Давайте посмотрим так. Кстати, подождите. Я допустим Богдан Хмельницкий. Подождите. Примолчите. Примолчите. После этого Богдан Хмельницкий обиделся на польского короля. Да. И пошел к русскому царю просить защиты. Правильно? Уже русский царь. Русский царь. Да. Ну, всегда был русский царь. Московское государство. Не поймешь. Русское государство, я сказал. Ну, вы слушаете. Чем вы слушаете, тем и слушаете. Так вот. Он пришел к русскому царю просить защиты. У вас это называется типа союз заключить. Но сильный не приходит заключать с кем-то союз. Обычно сильный сидит на месте. Сам по себе, да? Да. Сильному союзы не нужны. Я понял. Так вот. Пришел просить у русского царя защиты. Правильно? Правильно или нет? Пришел. Да. Защита. Защита. Правильно. Русский царь что сделал? Дал защиту. Дал защиту. Вот представь. А вот теперь смотри. Сразу дал или потом? Не знаю. Наверное, сразу. Сразу. Видишь, как русские какие. А вот вы просите сейчас защиты у европейцев от русского царя, а они как-то вам не дают защиту. Ничего не помогают, да? Не дают защиты. Не дают вообще ничего. Русский царь раз выслал войска, а все вдули кого надо, кого не надо. А вот у вас… Вообще прям все разгромили. Да. Ужас. Да. Кошмар. А вот помните, как сказал Богдан, этот как его… Ой, блин. Герой Гоголя. Угу. Ну напомните мне, напомните. Мне напомню. Я же не читал. Который я вот забыл вот это вот. Сейчас вот вспомню, его Богдан с тупкой играл. Так хорошо сыграл он его. Ага. Да. Не помните, да? Нет, конечно. Он вот такая фраза была. Ну шо, сынку, помогли тебе твои ляхи. Ага. Ага. Помните, кто это сказал? Не помню. Да, а вы шо своих героев не помните? Ну не знаю, представляете? Тарас Бульба. Тарас Бульба? Да. Фольклорный персонаж? Да. Обалдеть. Вы представьте, насколько это было вот четко, что это даже в фольклоре прописали. Ага. Что это даже в фольклоре прописали. А вот видите, а я не про фольклор. Я говорю про картину, кого на колени как раба поставили и заставили присягнуть на верность. И что потом? Вот это факт. А потом сколько раз Польшу после этого разваливали? Кто разваливал? Кабунили. Ааа. Я помню, что Польша вместе с казаками Москву поджигала. Вот это я понял. Было. Было. Это же союз был. Кстати, а казаки в каком году это было? В каком году это было? Нет, подождите. А как этому русскому царю? В каком? В каком году это было? Руку жать тому, кто сжет его Москву. Каково ему это было? Пожать слабому, как вы говорите, такому как я щуплому. Который просит помощи, который вчера его сарай поджигал. В каком году поляки с казаками сжигали Москву? Ой, я не помню. Да что ж вы свою историю вообще не помните? Я не помню. Так понимаете, что получается? Сначала казаки пришли с поляками сжечь Москву. Потом казаки пошли с русскими сжечь Польшу. Так получается? Сожгли Польшу. Сожгли Польшу. Нет, так получается. Ну Варшаву сожгли или нет? Так получается или нет? Не знаю, я говорю, Варшаву сожгли. Так получается или нет? Не получается. Не получается? А зачем тогда Богдан Хмельницкий к русскому царю пришел? Как союз? Надо союз теперь, не надо? Для чего? Как для чего? Воевать с поляками. О! То есть воевали с поляками? Конечно. То есть сначала вместе с поляками бок о бок как братья воевали против русских, а потом с русскими как братья бок о бок воевали против поляков. Бывает и такое. Ух ты! Интересно как у вас бывает, слушайте. Ну вы представляете? Обалдеть. Ну как в Римской империи, да? Одни германцы воевали на стороне, как говорится, германцев, да? А другие германцы воевали на стороне Римской империи. Представляете, такое бывает. Представляете? А потом пришел Карл XII и пошли с Карлом XII против русских опять воевать, да? Помните, да? Не, вы поняли? Такое бывает. Циклично. Ну конечно бывает. У некоторых особенно это циклично бывает. Особенно циклично бывает. Вот жду, когда следующий цикл включится. Так и я жду, когда опять притащат какого-то русского царя на коленях и будут заставлять присягать на верность. Я тоже буду его смотреть. Кому? Кому? Как кому? Можно к тем же полякам, почему бы и нет. Это же история. Серьезно? А почему бы и нет? Кто против? Ну так идите присягайте. В смысле присягайте? Мы же еще этого инвалида бункерного не вытащили оттуда. Уж надо выковарить. Так вытаскивай. А что он инвалид уже? Он же убегает. То Валдай бегает от наших беспилотников, то еще куда. Ну что ж такое, а? Это тот, про которого бывший премьер Израиля говорил, что Путин дал гарантию, что тебе ничего не будет, можешь выходить. Это про него вы говорите? Путин дает гарантии какие-то? Конечно. А вы не знали? А кто его вообще спрашивает о чем-то? Как? Ой. Вы помните, приезжал как-то президент Соединенных Штатов на Украину внезапным визитом, помните? Байден что ли? Да. Да, было такое, дедушка приехал внезапно. Необъявленный визит, правильно? Да, да, было. А как думаете, кто дал ему гарантии, что с ним ничего не будет? Ему, ему дало гарантии НАТО, США и его армия. Серьезно? Конечно. И он шел по Киеву, такой весь, весь такой из себя, и тут завыла тревога. А вы против? Подождите, рот закройте, я сейчас закончу. И тут завыла тревога, и у него даже мускул не дрогнул на лице. Не дрогнет. А почему? По той простой причине, что это президент США. Слушайте, вы мало того, Трутин, вы еще и тупой. Нет, зачем вы такое грубите мне? Я не грублю, я констатирую факт. Подождите, то есть вы хотите сказать. Хорошо, давайте так, я попробую с вами на одной волне. Что какой-то бункерная хуйня, загнанная этим миром, обоссанная тем, кем уже только возможно, который даже Эрдоган своим обрезанным членом по губам поводил, выпустил азовцев, да, не посчитав, что он человек. Президент Соединенных Штатов, самой большой и крупной страны, 60% мирового ВВП, будет бояться какое-то дерьмо, вы что издеваетесь? Самая большая страна это Россия, вторая Канада, потом Соединенные Штаты. Я по уровню экономики сказал. А что, не Китай разве самый большой? Нет. Понятно. Они занимают 30, если не ошибаюсь, 25. Именно, именно так и было. Да. Пресс-служба, а возможно спецслужбы Соединенных Штатов, навели контакт со спецслужбами Российской Федерации. Конечно. После долгих договоренностей было дано согласие на возможность президента США посетить Киев и были даны гарантии, что ничего не случается. Даже муха на него смотрит. Да. Да. Хорошо, а если гипотетически, давайте подумаем. Вот я президент США, да? Вы не умеете гипотетически думать. А как вы думаете, какая ответка полетит туда? Кстати, об этом тоже было заявлено. А если вы президент США, вам не пофигу какая ответка пролетит потом, если вы уже превратитесь в пар? Нет. Нет. Нет? Ааа. Слушайте, вы еще тупеете на глазах. Зачем вы такое обращенны? Вы знаете, что президент США в вопросах безопасности сам себе не принадлежит. За него решают спецслужбы. Хорошо. Служба безопасности президента США решает, как ему ехать, на какой машине, на каком самолете, куда ехать, зачем ехать. Прекрасно. И для этого они прорабатывают полностью всю почву, чтобы, не дай бог, никакой опасности ему не грозило. Ну, это круто. То есть, давайте, наверное, Байдена возьмем вместо боевого посадим у себя, да, пусть сидит, чтобы по нам не стреляли. А зачем он у вас, Зеленский, справляется? Он как в Херсон приедет, так никто не стреляет по Херсону, он приедет еще куда-то там тоже не стреляет. Ну да, Херсон же освободили, Россия же там была навсегда. Нет, вы не переключайтесь с темы на тему. Я вам говорю, ради безопасности возите вот вашего президента с одного города в другой, хоть передышка будет для города. Да ладно. Что, серьезно? Назовите мне хоть один. То есть, Зеленского можно привезти в Крым, россияне обосранные побегут. Привозить. И без жертв. Привозить. Это очень интересная идея. Он же хотел приехать в Крым в мае, по-моему, да, или когда он хотел? А, нет. Так он и приехал. Правда, его заужное опередило. Подождите, кто там? Подождите, подоляк. Его заужное опередило. Да, да, да. Подождите, там подоляк. Кто говорил, что будет кофе пить на набережной? Так там сейчас пьют заужное, я же уже говорил. Где? Объясняю. Недавячи на западе Крыма доблестный десант ВСУ решил попить кофе, позагорать, да. Обустроил там официально плод с даром. А на утро мы обнаружили минус 40 зарезанных свинорусов с отрезанными, ну, горлянками перерезанными. То есть пацаны решили зайти в Крым, хлебнуть кофе, мимолетом залететь на одну базу свинорусов и слегка их почикать. Они сделали свои дела. А что за база была? Какая база? Вы не знаете. Уточните. Я вот сижу, я вас трутня, ваш пчелиный язык вообще не понимаю. Опять я трутень. Что же такое? Кто такие свинорусы? Я вообще это не понимаю. Свинорусы? Да. Это ваши друзья, за которых вы топите, вы понимаете? А, я топлю. Да. Я вообще не знаю. Как они выглядят? Они? Да. Сейчас я вам объясню. переебыши. Смесь Уграфина, Татара и Монгола. Когда-то во времена Золотой Орды, да, сели три брата. Ну, или три брата, или три человека. Монгол, Татарин и Уграфин, да. И в результате вот этого спаривания, да, появился первый свинорус, когда его русским еще называют. Иногда, но в очень редких случаях. Русским еще называют. Что он себя русским называть, не понятно. Ни национальности, ничего вообще. Да, да, да. Слушайте, а вот я стесняюсь спросить. Вы какую национальность сейчас представляете? Я? Украинскую. Серьезно? А интересно, вот мне, честное слово, хочется думать от всей души, что вот такие уродцы, вот они в минимальном количестве, понимаете, которые оскорбляют другие нации. Вот такие уродцы, как вы, ну как это как... Опять я уродец. Подождите, это как в деревне, вот без дурака нельзя. Ну, у вас дураков нету, потому что у вас деревень нету. У вас в селах, поэтому в селах идиоты, понимаете. Хорошо. Хорошо. Вы идиот. Вы можете... Хорошо. Я уродцов к вам обращаюсь, если вы говорите о каком-то народе, эпитеты оставьте своим там мужьям, друзьям, любовникам и всем остальным. Со мной разговаривать культурно, с уважением по отношению к любой нации, к любому народу и к любой территории. Я ни разу не оскорбил ни ваше государство, ни ваших людей, ни вашу национальность. Поэтому держите себя в руках, иначе, ну, как-то вы позорите. При этом вы меня оскорбили с самого начала, посмотрите свой ролик, да. Я оскорбил лично. И начали гнать на меня, что я какой-то там недоделан. Это признак хорошего нацизма, которого у вас научили в Советском Союзе. Я оскорбил лично вас. Ни ваш народ, ни ваших маму, которые вас сделали, но они тоже не виноваты. Бывает. Они тоже не виноваты. Ну, бывает. Они хорошие люди, возможно, даже. Я могу предположить, они хорошие люди. Ну, вот, ну, бывает, случилось такое. Ну, что сделаешь? Да. Ну, что делать? Поэтому вы тоже держитесь от эпитетов, понимаете? Держитесь там вот от этих, да. Вот так, знаете... А вы женщин-блогеров не оскорбляете никогда в прямом эфире? Каких женщин-блогеров? Украинских, например. Серьезно? Я же это свой, что вы видел. Серьезно? Конечно. Если женщина опускается на оскорбление меня, она перестает быть женщиной. Если она выходит на уровень быдлугана, она становится быдлуганом. А вот с одним парнем вы общались, вы какую-то ему там за его язык что-то предъявляли, говорили, как ему говорить на русском. Это не оскорбление? Конечно, нет. Если он говорит на русском, вы мне говорите, как правильно я должен на русском говорить. А можете на украинском со мной разговаривать? Нет. Чего? Это оскорбление. Вы можете на таджицком со мной разговаривать? Зачем мне это? Ты дурачок. Ты дурачок, ты уже обкакался и сидишь, пытаешься себе какое-то оправдание найти. Понял? Запомни одну вещь. London is the capital of Great Britain. Это твой английский язык, на этом должен ограничиться. Так вот, ребят. Вот это вот было недоразумение, которое оскорбляло и ругало все. Оно в армию не пойдет. Опять же говорю, вы посмотрите вот на это чучело. В армию оно не пойдет, служить оно не будет, воевать оно не будет. И вот хуже всего, что вот этот трутень будет плодиться и размножаться. И вот что от него получится? От осинки не родятся апельсинки. Вот от него получатся такие же ушлепки, как и он сам. Вот так вот. А лет тебе сколько? 41. Может не надо, Шурик? Я больше не буду. А? Нет. Надо, Федя. Надо. Мама. Нет.